Микс Ньюс Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком Доброе утро, дорогие радиослушатели В эфире я, меня зовут Инна Авина Главный редактор журналов Люблю и люблю лайф И прекрасная гостья у меня сегодня Знакомьтесь, Юлия Юргила Директор Латвийского отделения Международной клиники эстетической и лазерной медицины Эра Эстетит Доброе утро всем Юлечка у нас сегодня Украшает обложку журнала Люблю Очень жаль, что вы не видите Эту красоту прямо сейчас Хотя, может, некоторые из вас видят Я очень надеюсь, что среди радиослушателей Есть и наши подписчики Но вы можете зайти в любой киоск И полюбоваться Какая шикарная блондинка у нас на обложке Юля И я спрашиваю у вас Как вам в этой роли? Как вы себя сегодня утром чувствуете Будучи в статусе девушкой с обложки? Ну, я, наверное, еще не осознала Обложку я перед собой вижу А воспринимаю это пока еще с трудом Ну, это вы? Вы себе улыбаетесь? Это вы? Ну, вроде как похоже Отлично Помню, помню Да, это процесс подготовки обложки Хотелось сделать что-то такое футуристическое И связанное с приближением Нового года А когда Новый год подходит к своему началу Действительно какие-то мысли всегда о будущем витают И вот хотелось это как-то воплотить Ну, у вас получилась такая Гость есть будущее Вместе с фотографом Полиной Вилюм Нашей прекрасной, которая автор обложки У вас тут и серебряные детали Совершенно чудесные аксессуары Тоже такие футуристические Ну, это вот кто автор был этого имиджа? Это вы? Это Александр Павлов Я его так сложила, что все очень быстро происходило И когда договорились о съемке То я тоже даже не предполагала, что я буду одевать Но хотелось только что-то футуристическое Встретила вот Александра практически случайно Зная, что он прекрасный стилист И как раз помогает в этих вопросах И он мне буквально за один час организовал вот такой имидж Что значит мастер? Абсолютно, абсолютно Да, все так сложилось случайно, но очень счастливо На этой обложке все сложилось Все сложилось удачно Обложка у нас серебряная с золотом Юля Блондинка, ну, по-моему, совершенно замечательная получилась Что касается будущего Вот как раз отлично у нас с вами поворот получился Поскольку вы, Юля, у нас возглавляете клинику Связанную с эстетикой и лазерной медициной А расскажите-ка нам, что нас ждет в следующем году Такого удивительного и прорывного в этой области Вот подготовила ли нам наука, медицина Что-то такое, что нас порадует Ну вот прям вот по полной программе Нас радуют по полной программе уже многие технологии И сейчас действительно сложно уже удивить людей Лазерная технология просто потрясающая Сейчас лечит все, что связано с кожей В узком своем направлении Будь то сосуды, пигментация и многие другие проблемы Возрастные проблемы А сейчас продолжает развиваться лазерная медицина Но сейчас больше она идет к такому К объединению всех вот этих функций в одном лазере Но, в общем-то, пациентам это мало что Да, я вот так понимаю С другой стороны, Юль, мы можем рассказать слушателям Ну, как бы таким простым языком Допустим, вот я тоже исключительно потребитель У меня нет медицинского образования Я понятия не имею, как работает лазер Но я точно знаю, что я женщина Я хочу по возможности долго По возможности всегда Оставаться Оставаться в такой внешности, которая мне бы нравилась Я бы себе нравилась И, конечно, я с удовольствием пользуюсь всеми возможностями Которые нам предоставляет сегодня медицина Или какие-то новые эстетические направления Про лазер я знаю только то, что это некий световой луч Да, и что-нибудь из области звездных войн Все, я понятия не имею Но, придя в клинику, я жду, что мне об этом, наверное, расскажет врач Да Вот скажите мне, а как это происходит, собственно говоря Вот у вас составляется программа Что получает женщина, которая придет к вам и говорит Я хочу, чтобы мне тут подправили, там убрали И дальше что происходит? Конечно, все начинается с разговора врача с пациентом, с клиентом Она, женщина, не обязательно женщина, это может быть и мужчина И часто бывает, потому что эстетические проблемы касаются не только женщин Да Хотя мы основные потребители, что скрывать Врач разговаривает с пациентом, чтобы четко, во-первых, оценить его состояние здоровья Его состояние кожи, ее состояние кожи, скорее даже И ее ожидания, в первую очередь Потому что тоже, если пациент ждет чего-то другого, чем видит врач, что надо Врачу, значит, надо тогда либо переубедить пациента Либо все-таки найти какое-то общее решение, которое удовлетворит Потому что иногда мы видим себя по-другому, чем видят наши, чем окружающие люди Я думаю, что даже чаще всего, наверное, мы себя видим по-другому Да, 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 это тоже нельзя не учитывать Поэтому все начинается с разговора, с очень плотной консультации Составления анамнеза, составления листа ожиданий пациента И составления программы лечения, обложения А вот скажите, Юль, как правило, ну вот ваш опыт что подсказывает? Женщины видят себя лучше, чем они есть на самом деле? Или они, скорее всего, недолюбливают и видят в себе те недостатки, которых нет на самом деле? Мне кажется, у каждой женщины индивидуально все зависит от внутренней уверенности в себе И если женщина, может быть, даже имеет какие-то эстетические недостатки Хотя это тоже очень субъективный момент, что можно назвать Кому что недостаток Кому что называть недостатком? Но при этом уверена в себе, и она сама их не видит, то она будет прекрасна в глазах и других Поэтому тут все очень зависит от того, насколько внутри у нас покой, уверенность в себе, стабильность и принятие себя Да, вот это, кстати, очень важно насчет принятия себя Насчет того, что, ну вот, как в наше время, на мой взгляд, очень много говорят о том, что нет такого объективного Ну вот какого-то, скажем, причины, может быть, или какого-то такого, ну вот, дефекта Который нельзя было бы, ну, так сказать, развернуть другой стороной, да, назвать это особенностью Или каким-то твоим, ну вот, таким шармом, ну вот, повернуть с другой стороной Дефект превратить в эффект действительно всегда возможно Ну, если это не какие-то медицинские вещи, которые, естественно, просто решаются тогда на медицинском уровне Ну вот хорошо, скажите, а пациентки, которые все-таки, все еще мечтают о том, чтобы иметь такие губы, как у такой актрисы? Ну, вроде бы говорят уже, что сейчас не в тренде, но ведь наверняка же появляются у вас Ну, появляются, безусловно, еще, еще это достаточно, хотя, да, мода в целом уходит на вот такие объемные части лица, чрезмерно объемные А куда поворачивается мода, расскажите Поворачивается мода в сторону естественности Сейчас модно все-таки гармонизировать лицо, а не менять его пропорции, да, скажем, неузнаваемости То есть сейчас не модно быть похожим на кого-то другого А просто гармонизировать свое лицо, если какие-то есть, там действительно такая очень сильная диспропорция, которая мешает человеку жить там То ее можно очень корректно убрать, но при этом сохранить его индивидуальность Также омоложение сейчас, вот все плюс аппаратных технологий, да, если сравнивать их с хирургией, да, что они не могут исказить черты лица Изменить мимику человека, да, и каким-то образом превратить его в другого человека Он может вернуть свой возраст лет на пять назад, иногда больше, иногда меньше, зависимо При помощи аппаратных процедур И в этом, опять-таки, причина популярности именно аппаратных методик омоложения сегодня Потому что они помогают не таким радикальным способом, как вот скальпель хирурга Достигнуть очень гармоничных улучшений, омоложений, изменений своего лица в лучшую сторону Сохраняя полностью всю свою индивидуальность Юль, скажите, а женщины, которые приходят в клинику и ставят задачу перед специалистом, да, там, например У меня важная жизненная цель Я, там, допустим, меняю работу или, там, сферу деятельности в какой-то своей профессии Меняю страну, ищу другого мужа Ну, мало ли, какие там серьезные задачи у женщины, да Вот мне надо срочно омолодиться, там, на пять-семь лет Некий план вы разрабатываете Что вы для такой пациентки делаете Как вы с ней говорите? Безусловно, в первую очередь врач говорит Действительно собирает все ожидания пациентки И смотрит, насколько они реалистичны, да Потому что часто можно очень во многом достигнуть всех ожиданий Если иногда действительно может помочь ретокопластика Если, например, уже очень сильная степень старения кожи, птос, там, опущенные ткани Иногда Или отсутствие ухода Можно, 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 а молодим вас, там, на четыре года, но не на семь А иногда мы можем абсолютно достигнуть этих результатов Сейчас вот еще появилась ультразвуковая технология Подтяжки на уровне смаз, на уровне, как бы, под кожей Которые, как бы, образуют каркас кожи И таким образом это дает немножко уже ближе эффект к хирургическому Ого! Поэтому уже, действительно, чем дальше идут технологии, тем они ближе Это ультразвук работает, да, вот на этом уровне? Да, это ультразвуковая подтяжка кожи И ничего не разрезается? Нет, нет, ничего не разрезается Слушайте, так счастье есть буквально? Да, здравствуй, у нас новая технология, о чем мы начали разговор Да, ну, вот мы как раз эту процедуру вводим с января Поэтому ее очень долго ждали у нас клиенты У нас уже большой список желающих А, уже очередь, да? Ну, как же так? В Балтии ее еще нигде не было Ну, мы ее тоже очень долго ждали Так что, но все равно сейчас работает комплексное решение Да, даже вот с ультразвуковой подтяжкой Иногда нужно дополнительно поработать там с кожей с помощью инъекций Иногда достаточно только одной аппаратной Тут очень все индивидуально, и врач смотрит В любом случае у нас составляется план Любым нормальным врачом, да, составляется план работы с пациентом Да, это может быть план из нескольких процедур Из какого-то дополнительного ухода домашнего Все эти рекомендации даются пациенту Ему все разъясняется И тут уже дело тоже за ним Насколько он дисциплинирован и будет соблюдать Пройдет весь курс И тогда он получит наилучший результат, безусловно Юль, скажите, а в свете праздников Есть ли у вас ажиотаж? Я вот всегда думаю Ведь есть же, ну, во-первых, сезонность наверняка, да Есть ажиотаж перед праздниками И каких пациенток больше? Те, кто набегами за собой ухаживает? Или таких вот хороших девочек-отличниц, которые ходят там два раза в месяц Каждую пятницу? Или хотя бы один раз в месяц по третьим числам? Каких больше? Знаете, радует то, что действительно очень много уже женщин Которые поставили уход за собой, скажем, в план Ежедневных, да, телефонных И они ходят Просто, ну, лазерные процедуры многие действительно требуют курса И если этот курс не соблюдать, то эффект не будет оптимально достигнут Поэтому очень много дисциплинированных пациентов Которые ходят, мы их каждый месяц у себя видим Плюс, ну, это все очень индивидуально Зависит от пожеланий, от возможностей каждой женщины И плюс, видите, у нас дерматология То есть это и медицинские процедуры для кожи Таких пациентов тоже много Часто это бывает, как бы, пациент, который пришел решить точечно Одну медицинскую проблему с кожей Несколько раз придет к врачу на дополнительные консультации Пройдет курс лечения А кто-то на эстетику будет ходить каждый месяц Будет ходить на лазерные процедуры, на поддерживающую косметологию Все очень по-разному И таких и таких пациентов много Что касается праздников, то да Хотя мы, скажем, вот Дерматология и лазерные процедуры, они не такой эффект Не дают тот эффект, который нужен вот завтра Хотя есть Хотя есть такие тоже Процедуры с вауэффектом То есть у меня завтра на корпоратив Я сегодня к вам прихожу и говорю, срочно, пожалуйста, меня спасайте Ну это очень-очень хорошие у нас есть для этого аппаратные Аппаратные косметологические процедуры Потому что все-таки лазер Ну после лазера завтра вы не пойдете все-таки Да Хотя нет, есть лазеры, которые абсолютно не травмируют кожу Нет, у меня покраснение Ну просто эффект, понимаете Большинство лазеров работают таким образом, что они стимулируют выработку коллагена и эластинов кожи За счет чего улучшается ее качество и вид Но это происходит не за один день После проведения этой процедуры должно пройти определенное время Чтобы улучшения были видны на коже Но даже я, блондинка, понимаю, что если одни клетки заменяются другими То должно пройти какое-то время, они должны вырасти и так далее Поэтому лазер действительно может быть волшебной палочкой Но все-таки он требует немножко после себя период, когда это волшебство проявится на коже Но у нас аппаратные косметологические процедуры, которые более эффективны, чем просто, например, ручные А чем они более эффективны? Ну они опять-таки более глубинно работают с кожей Они в глубокий слой кожи помогают донести те или иные серумы, средства С помощью вакуума делают хорошую очистку кожи и так далее То есть это гораздо более эффективно, чем просто работать руками Хотя руки, безусловно, всегда ценность К этому прилагаются хорошие руки Это важно тоже Ну да, потому что любым аппаратом должен же управлять И желательно человек, человеческий разум всегда будет обгонять машины Здесь все равно нужны руки и опыт косметолога Очень важны даже в этой работе Так, я вам предлагаю сейчас на секундочку прерваться для одного приятного момента А потом мы с вами вернемся к красоте и поговорим еще о том, что год грядущий нам готовят Значит, дорогие слушатели, я вам предлагаю принять участие в следующем конкурсе Передо мной есть билеты от журнала «Люблю» на 29 декабря на сказку «Елочку» В сказках о королевских подснежниках Чудесный гастрольный спектакль, на который можно прийти с ребенком А конкурс у нас будет следующий Вот на обложке у нас Юлия Юргева Директор Международной клиники лазерной эстетической медицины «Рестетик» И я с ней сижу, разговариваю И подумала я вот о чем Кто-то из вас думал ли когда-то в жизни оказаться на обложке журнала И если думал, то по какой причине Я хочу сказать, что более 20 лет уже существует журнал «Люблю» в Латвии И мы единственный журнал, кто каждый год проводит конкурс «Стань девушкой с обложки» И каждый год мы получаем огромное количество писем И вот на протяжении 20 лет мы эти письма в редакции читаем И каждый раз поражаемся тому, что нам пишут Какие совершенно удивительные причины, почему человек хочет оказаться на обложке И это очень интересно, это очень любопытно Вот мы с Юлей уже поговорили об этом У Юли есть личный опыт попасть на обложку У меня есть личный опыт, я была на собственной обложке И я очень хочу послушать вас Позвоните нам, расскажите, почему вы бы хотели оказаться на обложке Или пришлите смс по номеру 2000-6191 Или звоните в прямой эфир по телефону 67-212-939 Или 67-213-939 Добрый день, возвращаемся в эфир Меня зовут Инна Авина, я главный редактор журнала «Люблю и люблю лайф» И моя гостья сегодня, девушка с обложки нашего журнала Прекрасная Юля Юргева, директор Латвийского отделения Международной клиники эстетической и лазерной медицины «Эраэстетик» Доброе утро еще раз Юля, вот скажи, пожалуйста Мы в первой половине нашей передачи много говорили о том Что женщины могут получить в следующем году И в вашей клинике, и в области медицины, и красоты, и так далее И я подумала о том, что наши соображения, это, конечно, хорошо Но есть еще звезды, которые руководят нами И предлагают нам какие-то свои варианты развития событий В нашем журнале, в этом номере, в последнем номере в этом году Есть большой гороскоп на год Я знаю, что по этой причине очень многие люди покупают наш журнал Наш гороскоп делает прекрасный астролог Марина Державина Все 20 лет она дает нам прогнозы И надо сказать, что они отлично сбываются Я вот посмотрела, я по гороскопу «Стрелец» Мне такие прекрасные слова написаны, что я просто в восторге И дела идут в гору, и финансовое положение улучшается И широкий круг общения помогут мне найти какие-то новые пути Вообще все просто супер! Я довольна! Юль, а что вы скажете? Я еще только вот начала читать Гороскопы очень... Как вы к нему относитесь? Я как бы верю в астрологию Я считаю, что, безусловно, астрология может помогать в планировании жизни И гороскопы читать интересно Конечно, все зависит от ситуации конкретной и так далее Но это при этом мы все хотим знать, что будет завтра Поэтому какие-то ориентирчики всегда полезны И почему бы ими не воспользоваться Я вот сейчас сейчас свой прочитаю Знаете, как обычно бывает с гороскопами Если гороскоп понравился, да, но вообще-то я верю в астрологию Нет, так скажем, ну нет, как-то все-таки... Что-то не то Что-то не то Астрология-то ерунда Да, пожалуй, это миф Но здесь вроде все хорошо, так что верю А, хорошо, да Значит, все-таки с гороскопом журнале «Люблю» все хорошо Безусловно Все замечательно Прогноз у нас правдивый Так что от всей души всем вам желаем этим прогнозом воспользоваться Прислушаться, поверить в него И идти с таким вот конкретным настроем по жизни о том, что все будет хорошо В этом номере, поскольку номер предпраздничный У нас, конечно, много материалов посвящено праздникам Мы сделали обзор новогодних мультфильмов И действительно выбрали самые такие милые, добрые, веселые Хотя даже по секрету скажу, здесь есть новогодний хоррор, который можно посмотреть всей семьей Он такой шуточный, но вместе с тем такой бодрящий Ну, в общем, отлично обзор Очень много есть подарочных билетов на различные елочки, спектакли, концерты Можно прислать смс-ку и выиграть эти билеты И есть обзор, куда же без него Блюдо, которое знакомо, ну, я думаю, практически всем женщинам, которым чуть больше 20 лет, скажем так Это заливная рыба и холодец Дорогая Юля, а как вы относитесь с вашей прекрасной модельной фигурой К таким блюдам, как заливная рыба и холодец Минается цитата из бессмертного фильма Куда же без нее? Ну, я, честно, не любитель вот именно этого блюда Но оно действительно является символом Нового года То есть вы солидарны с Ипполитом? Я солидарна с Ипполитом, это редко с чем Я, пожалуй, единственная, в чем я солидарна с Ипполитом, это его отношение к заливной рыбе А моя вся семья любит и всегда готовит Мой папа всегда готовит на Новый год это блюдо О! Папа знает толк в особенностях, да? Да, да Я, кстати, неоднократно слышала У меня, кстати, точно так же, Юль, в семье всегда папа занимался вот этими вот холодцами и рыбами И вот и вы говорите то же самое То есть я так понимаю, что это, наверное, как шашлык Это какая-то такая мужская гепархия Да, да, да Что-то мужчинам в этом процессе нравится, что они всегда за него берутся И готовят главное блюдо стола Хотя нет, главное блюдо, пожалуй, все-таки не то Наверное, все-таки, поскольку у нас есть еще вот этот бэкграунд детско-советский Наверное, все-таки у нас какое-то другое главное блюдо на столе И без оливье мы никуда не денемся на Новый год Безусловно Как бы мы не берегли собственные фигуры Хорошо, Юль, есть ли у вас уже соображение о том, как будет выглядеть ваш новогодний стол в этом году? Ох, какой вопрос Мы как раз сейчас его решаем Мы с друзьями организуем необычный праздник в стиле Гарри Поттера О, как здорово! Поэтому еда тоже будет, видимо, но мы как раз сейчас пытаемся подогнать наши привычные блюда под стилистику магов и колдунов Будет ли там зелье варенье? Однозначно Да? Будет? Обязательно Оно будет самолаживающим эффектом, если оно будет от Юлии Юргева Ну если мы постараемся, да Постараемся, чтобы было так Слушайте, как здорово! Классно, когда есть компания, которая поддерживает какие-то такие безумные, веселые, яркие идеи Когда люди вот так вот в охотку говорят А давайте, да, действительно, давай Ну хочется, тем более, встречу Нового года, мне кажется, особенно важно провести интересно и необычно Чтобы если следующий Новый год был тоже ярким и дарил какие-то сюрпризы Да-да-да, по традиции как встретишь, так и проведешь Кстати, сбывалось ли это пророчество в вашей жизни? Есть ли у вас такие воспоминания? В принципе, да Я вижу, что если ты в очень хорошем настрое встретил Новый год, то и год проходит очень ярко, интересно Да, я, пожалуй, соглашусь, что это не случайно У меня был однажды Новый год, который я встречала с моим будущим мужем Он тогда был в статусе кавалера И мы за новогоднюю ночь, ну поскольку это было достаточно давно Мы передвигались, ну практически на перекладных, знаете, так, где-то пешком, где-то кто-то подвез Я помню, мы бежали из Золи туда в Илгуцемс Ну что-то какие-то там, то ли такси не ходили, то ли у нас денег не было на тот момент Мы побывали в шести гостях Вот это я очень хорошо запомнила, потому что после этого, следующий год мы два раза занимались переездами, сменами квартиры, все это Поэтому в моем случае пророчество точно сбывается, да, вот какие-то такие вещи вспоминаю Я думаю, это связано с тем, что когда начало года, это все-таки важный срез времени И то, в какой энергии мы в этот момент находимся, в каком состоянии, насколько мы готовы открыто к переменам, каким-то ярким событиям Показывает нашу готовность к этому году И соответственно это символично, очень символично, как мы проводим встречу Нового года Мы на самом деле заявляем, как мы готовы этот год жить И поэтому потом логически, в принципе, исполняется Свой настрой Да, этот настрой, этот заряд, он реализуется соответствующим образом в году Есть у вас ритуалы? Там, выпить шампанское, сжечь бумажку Или бог с ним, с бумажками, там, загадать Или еще что-нибудь, не знаю, постучать Что-то такое Ну, достаточно классический, но мы экспериментируем каждый Новый год с чем-то новым Да, вот в этом году тоже что-то придумаем Ну да, были и бумажки, были и... Ну, все-таки у нас есть свои клише Вот бой курантов и шампанское все-таки как-то без этого и вроде и не Новый год Где бы ты его не встречал То есть какая бы тема вечеринки не была придумана, да? Все равно вот это встроенный будет момент Ну, думаю, будут не куранты, но бой часов будет в любом случае Ну так, если в случае Гарри Поттера, то какие-то другие, видимо, часы будут там присутствовать Да, 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 ну все-таки, да, символически вот этот переход из одного года, ну, из старого года в новый Важно очень каким-то ярким событием акцентировать для себя, чтобы вот это совершить самому этот переход Да, тем более, что 2020 год, вот в астрологии мы говорили с нашим астрологом, о котором я сегодня уже вспомнила, Мариной Державиной И она нам объяснила о том, что этот 2020 год, он является первым годом нового цикла Когда мы все встречали миллиониум 20 лет назад, мы говорили о том, что это новый век, новые тысячелетия Было очень много нового, то, что, ну вот только открылась нам, так сказать, совершенно новая страница глобальная Вот, но на самом деле 20 лет идет цикл так называемого этого открытия То есть в рамках развития Вселенной, то есть вот 20 лет, по сути дела, это ничто, это очень мало И вот только сейчас на самом деле начинается то новое-новое, что мы вот так вот радостно приветствовали Кстати, а вы помните 20 лет назад миллиониум как-то встречали? Я помню, вот как-то очень смазанный именно этот миллиониум, я помню, как еще раньше, лет за 5, когда я была еще ребенком Я думала, фантазировала, как мы с друзьями будем этот миллиониум встречать Какие-то тоже блюда придумывала, ну совсем по-детскому это все было, по-детски Но вот сам, а саму встречу миллиониума, честно говоря, я помню уже с трудом Иногда ожидания превышают то, что происходит Да, бывает действительно такое Но, тем не менее, вот у нас сейчас, так сказать, еще одна попытка вот встретить следующее Вот этот вот, ну такой вот крупный блок, открывающий какие-то очень новые страницы Это вот 2020 год Так что, Юля, сосредоточимся, запомним, зафотографируем и задокументируем важнейшие моменты Что-то я чувствую, что что-то грядет хорошее Что-то обязательно, потому что следующий год, во-первых, в следующем году Об этом тоже написано в нашем прогнозе в журнале Усиливается роль женщины Нам с вами это приятно Куда же еще-то усиливать нашу роль? Вопрос Но она усиливается не в смысле Давайте мы сейчас придем и скажем, как вам всем надо жить А усиливается в том смысле, что мы можем сберечь то, что еще не доразрушено С всякими разными другими агрессивными жителями нашей страны, планеты и так далее Наша роль сберегающая И приводящая к гармонии и к балансу И вот с этим я согласна абсолютно Да, я тоже, конечно Я думаю, что задача в том, чтобы сберечь, сохранить, удержать, грамотно распорядиться И мудро расставить по местам Наверное, все-таки женщина справляется с этой ролью Безусловно И мы можем гармонизировать окружающее пространство В том числе гармонизируя себя Об этом говорят и психологи, и астрологи, и эзотерики любого направления Только так, да И я думаю, это как раз то, о чем мы с вами говорили тоже Ведь от того, что находится у тебя на душе, что происходит с тобой внутри, от этого очень часто зависит и внешность женщины, правильно? Да, да, конечно Внутренняя гармония обычно выливается и наружу И видна в облике женщины Но этот же процесс работает и в обратную сторону Он может работать, да Потому что гармонизируя свою внешность, решая какие-то эстетические проблемы Которые, предположим, женщине не дают покоя, да И ее беспокоят или огорчают Она, безусловно, становится более уверенной Ну, чаще всего Более уверенной, более спокойной Более заряженной энергией На, скажем, какие-то новые свершения Это действительно изменения У нас вот приятно читать иногда письма пациентов, которые вот у них изменилось что-то в жизни Не будем сейчас уже там медицинские какие-то вещи описывать Ну, что-то происходило И человек по-другому По-другому себя воспринимает Себя воспринимает, чувствует себя более уверенным в общении с другими людьми И, соответственно, меняется вся его жизнь Иногда Не всегда, конечно, этого достаточно, только каких-то эстетических изменений Но иногда даже это как бы тот спусковой механизм Который помогает преобразить и свою жизнь в социуме Я с этим абсолютно согласна Потому что если женщине что-то не дает покоя Опять-таки из почты наших читательниц в том числе А целевая аудитория у нас с вами одна Это в основном женская Я прекрасно понимаю, что женщина Вот зациклившись на какой-то нерешенной задачи Может очень талантливо испортить жизнь и себе, и окружающим Но решив эту задачу каким-то творческим способом Она точно так же талантлива И улучшит эту жизнь и себе, и окружающим И семья будет довольна И могут произойти такие изменения Которых она, скажем, не очень-то и ждала Решая какие-то локальные вопросы Допустим, с той же самой внешностью Хотя, на мой взгляд, если так велика сейчас Роль эстетической медицины Это не просто женская блажь Вот как вам кажется? Роль эстетической медицины стала гораздо больше Именно потому что возможностей появилось много Технологии идут вперед И грех этим не пользоваться, я думаю То есть сейчас мы уже немножко приближаемся Какому-то волшебству И, конечно, женщины всегда хотели быть красивыми И просто раньше было меньше возможностей, я думаю Именно благодаря расширению потенциала технологий Расширяется и спрос на них Я думаю, это таким образом Очень хочется пожелать и себе, и всем остальным В следующем году возможности Которые будут совпадать с нашими желаниями Да, это очень хорошая комбинация Да, я думаю, что и внешность важна И душевное состояние важно И, безусловно, все-таки, мне кажется Очень важна в жизни любой женщины И нашей с вами И в жизни каждой, кто нас сейчас слушает Это не только красота Не только гармоничное душевное равновесие Ну и любовь Это, мне кажется, чем тщательнее и талантливее Мы будем сами себя любить, уважать, холить и лелеять Тем больше нас будут любить окружающие Подписываюсь под каждым словом Так что, дорогие радиослушатели Я всем вам от души, от всей желаю в Новом году любви Любить себя, любить окружающих Уметь принимать эту любовь, которую нам дарят окружающие Замечать любовь, которую нам дарят окружающие И жить с открытым сердцем Замечать все хорошее Как правило, мы видим много плохого Но я абсолютно точно знаю Что на чем фокус То и выходит главной фигурой из общего фона И если мы будем замечать какие-то хорошие нюансы Я абсолютно убеждена Что постепенно хорошее заполнит жизнь И хорошего станет больше И хорошее в итоге будет окружать Юль, от вас пожелания Нашим читателям, нашим слушателям Практически все то же самое Я хотела пожелать Я хотела пожелать слушателям Подготовиться к встрече Нового года В первую очередь не готовкой оливье Или каких-то таких выполнений формальностей Которые приняты И вот поэтому мы их делаем А постараться действительно зарядиться Вот этой позитивной энергией Как говорит Инна Я абсолютно согласна, что это очень важно Зарядиться позитивной энергией И ждать от Нового года Позитивных изменений в своей жизни И с этой энергией войти в Новый год И у вас все получится И все исполнится Желаю всем счастливого Нового года До встречи в следующем году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова